Мы тут все одаренные, все по-разному, но все одаренные. Мне не нравится слово «одаренные». Скажу искренне, главной должна быть у человека мотивация, хотеть быть лучше, чем ты сегодня. Когда мой сын, которому 13 лет, посмотрел инструкцию Министерства образования и науки Российской Федерации, в которой определяется понятие одаренного ребенка, он сказал, что он ни в коем случае не хочет быть одаренным ребенком. Кто там? Добрый день! А это моя комната. Здесь я живу, сплю, делаю уроки, домашние задания, изучаю науку. Также можно пригласить друзей, поиграть на гитаре и устроить теплый лицейский вечер. Хотелось бы объездить вообще весь мир, в том числе побывать в Северной Америке, заехать в Мексику. Всегда хотела съездить в Бразилию. В комнате у Елизаветы словно в каюте космического корабля. Здесь хорошо делать уроки и мечтать, представляя себя высоко над Землей, на орбите МКС. Над океанами фотография Юрия Усачева. В свой первый космический полет он работал бортинженером в составе 15-й основной экспедиции на космической станции «Мир». Каждая встреча с космонавтом – это открытие чего-то нового. Это человек, который побывал не только на нашей планете, но и куда-то выше поднялся. Он видел больше, он знает больше, он чувствовал больше. Это замечательные люди, которые могут очень много рассказать. Знаменитому космонавту было о чем поговорить – с нижегородской школьницей из Центра одаренных детей. Елизавета проходит обучение по образовательной программе «Большие вызовы». Вместе со старшеклассниками из пяти регионов России она спроектировала прототип устройства для Международной космической станции, которая поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет. «Мой день проходит очень загруженно. То есть у нас подъем в 7 часов утра, в 8.30 уже начинается учеба до 2 часов. То есть мы полностью погружаемся в уроки. А далее у нас либо есть свободное время, мы можем погулять, либо сходить в спортзал, либо сходить на какой-нибудь кружок, либо у нас какой-нибудь факультатив. Это жутко интересно. Это очень расширяет наш кругозор, увеличивает наш потенциал. И мы видим, где мы еще можем себя реализовать. Иногда они называются инноватиками. Это те, кто разрушает традицию. Те, кто не просто противоставляет себя как новая точка зрения, он противопоставляет себя вообще всей традиции, всей системе. По сути дела, это люди, которые создают свою собственную традицию с абсолютного нуля. Это те, кто занимает призовые места на Олимпиадах. Это те, кто работает вопреки всему и иногда даже не ожидает награды, потому что для него награда именно то, что он делает. В чем ваш дар? Сложно сказать. Но если считать про класс, то я считаю, что мы все очень умные, веселые и дружелюбные. И это тоже заключает в себе какой-то определенный дар. А в чем талант? В умении всегда находить что-то позитивное в вещах, в которых кажется, что все беда. Мы всегда посмеемся, пошутим и пойдем дальше работать над этой темой. В Центр одаренных детей отбирают самых талантливых ребят со всего Приворского федерального округа. Здесь 15 классов, в которых учатся около 350 человек. И сейчас у них перерыв на кислородный коктейль и приятные медицинские процедуры. Это Дарсонваль, токи Дарсонваль. Применяется при головных болях. Физиопроцедура такая достаточно известная, как бы, ну, эффективная. Приятное такое покалывание током электрическим. Приятное ощущение, расслабляется организм, снимаются головные боли. Очень нравится. Токи Дарсонвале улучшают кровообращение, активизируют биохимические обменные процессы. Это одна из самых любимых процедур для ребят, которые смысл своей жизни уже посвятили науке. Ну, необычно. Делаю я это не особо часто. Первый раз, я бы даже сказал. Это полезно, я думаю. Ну, я чаще делаю, на самом деле, глаза, как мне прописал врач. Потому что времени здесь очень мало на себя свободного. Да, учебы много, подготовки. Рядом с будущим программистом президент школы Владимир. Даже сейчас, во время приятной процедуры для глаз, его мозг продолжает анализировать действительность. Думаю о планах на день, что мне еще предстоит делать, какие уроки задали. Думаю о том, как день прошел, что сегодня произошло интересного. Может быть, какие-то моменты произошли, над которыми стоит задуматься. Узнать, что необходимо для рождения одаренного ребенка, мы решили у учителя биологии Светланы Овчинниковой. Она считает, что здесь важны два фактора – генетика и созданные для развития ребенка условия. Есть дети, которые такие достаточно самобытные. Дети сами очень много работали, дети заинтересованы. Их, конечно, немного таких детей, но они встречаются, такие самородки. Но, понимаете, для того, чтобы узнать, сколько ты, например, знаешь, значит, ты должен в чем-то поучаствовать и сравнить себя с другими. Тогда ты, в общем-то, поймешь, на каком уровне ты находишься. Вот у нас, например, была девочка, раньше училась, да, сейчас она в МГУ, закончила аспирантуру, вообще занимается наукой. Это действительно одаренный ребенок, но до девятого класса она нигде не участвовала. Вот в каких-то таких вот крупных мероприятиях, и только приехав на регион, на Олимпиаду, она поняла, что она очень много знает. Добрый день, Свет. Здравствуйте, Геова Дерпич. Да, как дела у вас? Да все хорошо, разбираю задания по истории. Так, у нас, значит, была Антипитальная Олимпиада по истории. Давай, наверное, разбор начнем с заданий номер 6, где у нас, соответственно, основные картины. Работка у тебя перед собой, да? Перед собой, да. Все, прекрасно. Посмотрела, что это? Да, царевна Софья после заключения ее в монастырь. Да, с какими событиями это было связано? Вот здесь, что я разогриняюсь, ответить. Светлана пока учится в одной из нижегородских школ, еще только мечтает в 10-м классе пройти конкурс и попасть в Центр одаренных детей. Для этого она записалась на курсы дистанционного обучения. С их помощью учителя, как и преподаватели вузов, которые сотрудничают с лицеем, отбирают через систему конкурсов и Олимпиад самых талантливых ребят из 8-9 классов. Для меня это первый опыт. Я никогда не пробовала раньше проводить такие задания. Занятия, в принципе, да, удобно, интересный опыт. Одаренность – это вообще вещь таинственная. Поэтому иногда кажется, что да, вот он одаренный ребенок, а совсем оказывается наоборот. А бывает, что ребенок, которого сначала не заметишь, раскрывается и доказывает свои таланты. Поэтому это сложно. Уже 20 лет Центр одаренных детей является экспериментальной площадкой российского образования и Мининского университета. Этих детей называют будущим нашего мира. Когда мой сын, которому 13 лет, посмотрел инструкцию Министерства образования и науки Российской Федерации, в которой определяется понятие одаренного ребенка, он сказал, что он ни в коем случае не хочет быть одаренным ребенком и таковым не является. Потому что это ситуация очень жестких ограничений. И жесточайших требований. Человека невольно туда вписать не просто нельзя, не нужно. Это будет насилие над личностью. Директор лицея Ирина Валерьевна из учительской династии. Она восьмой педагог в семье. Вместе с коллективом единомышленников ей удалось создать в лицее неповторимую атмосферу дружеской поддержки между ребятами. Представляете, как сложно учиться тем, кто по праву считает себя одним из лучших. Поэтому важной школьной традицией стало еженедельное чествование как победителей конкурсов и олимпиад, так и творческих команд, которые работают над одним проектом. Уважительное отношение к ребёнку как к личности. И когда выстраивается вот этот диалог, равноправный диалог, он дает хорошие результаты. Мне очень нравятся слова Максима Горького, нашего соотечественника. Учитесь у всех, не подражайте никому. Оставайтесь самим собой. Считаете ли вы себя одарённым ребёнком? Ну, на самом деле нет. Ну, я считаю, что я обычный человек, умный, ну, для своего возраста. Поэтому попал сюда, здесь учатся обычные ребята. Слово «одарённый» очень размыто, и это очень громко сказано. Да, у нас центр одарённых детей, да, мы тут все одарённые. Но когда мы находимся среди одарённых детей, каждый из нас по-своему уникален, но не сказать то, что мы чем-то отличаемся от других. Вы одарённый ребёнок? Ну, если вообще, что у меня первое образование, вообще-то, высшее техническое, а я работаю медицинским работником в течение 20 лет, наверное, что-то, может быть, что-то в этом и есть. Но вообще, я человек скромный. Я не думаю, что я прям одарённым ребёнком была. Я была, наверное, трудолюбивым ребёнком. И интересующимся. Как ты считаешь, ты одарённый ребёнок? Это довольно сложный вопрос. Возможно, в чём-то у меня есть какие-то особые таланты. Я закончила 7 лет в музыкальной школе, сейчас тоже продолжаю заниматься. Возможно, это вот один из моих талантов, а другие мне ещё предстоит раскрыть в будущем. В чём ваш дар? Дар? Быть весёлым. В чём ваш талант? Талант? Умею общаться с людьми хорошо. Я люблю детей. И я считаю это самым большим своим даром, потому что преподавать в школе, работать в школе по-другому, ну, вот я точно не смогу. Мой личный дар, наверное, в том, что у меня неплохая память, и я могу воспроизвести разные события, которые когда-либо происходили. Я люблю людей, я люблю жизнь. Мне хочется в каждом человеке видеть только лучшие моменты. Кем ты будешь на Марсе, когда ты его покоришь? А покорю ли я Марс? Тут уже надо думать. Кем я буду на Марсе? Главным конструктором марсохода. Кем я буду на Марсе? Угу. Ля- campаша. Субтитры ты был. Ля-agan. Инин. Продолжение следует...